Всем привет, уважаемые друзья! Сегодня очередное видео называется Медонос лекарственного исопа Исоп лекарственный или медопродуктивность лекарственного исопа Написано в журнале Пчеловодство 1963 года номер 9 Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте поставить комментарий или сказать нравится, не нравится Прочитаем Статья написана кандидатом биологических наук Шарыгина Тюменский Государственный педагогический институт кафедры ботаники Это было 60 лет, возможно, назад Где-то так Очень интересная статья Вопрос о высоком качестве исопа, как медоносного растения и необходимости его сделано не новой в литературе М.М. Глухов известной монографии по медоносным растениям СССР отмечают, что исоп дает пчелам много ароматичного нектара и цветочной пыльцы Мед с него принадлежит к разряду лучших сортов Жуковская 1954 год Обращает внимание на следующее ценные качества исопа Обильное продолжительное цветение Сильное нектаровыделение Активное посещение пчелами Высокую морозоустойчивость Способность расти на одном месте до 10 лет К сожалению, в литературе почти совершенно отсутствует сведения о нектаропродуктивности исопа лекарственного А то время, как этот показатель является главным в характеристике Медоноса Нам известно лишь данные Смиральгадовой Смирагдовой 1954 год В условиях Подмосковья Ею была обнаружена следующая Сахаропродуктивность исопа Исоп синий 38-60 килограммов на гектар Исоп белый 116 килограммов на гектар Исоп розовый 121 килограмм на гектар Это весьма хорошее качество Почему? Потому что в конце я прочитаю Сколько дают с нектара Гречиха И другие известные Так сказать, эти растения В 61 и 62 году 1962 Мы провели исследования Нектаропродуктивности Исахаропродуктивности Исопа в Сибири Базой для работы служили посевы этого растения На агробиостанции Тюменского Тюменского Пединститута Растения были получены из семян Ленинградской репродукции Наблюдения 4 лет показали Что Исоп на выщелоченной черноземе Без особого ухода Растет исключительно хорошо При посеве в грунт осенью Или весной Зацветает и плодоносит Первый же год В дальнейшем растение зацветает В конце июня Начале июля Отличается хорошим Травостоем И высокой семенной продуктивностью 13-18 граммов семян с куста То есть 1 грамм Соответствует 1000 семян Сахаристость нектара Определяли с помощью рефрактометра Исследования показали Что содержание нектара В цветках особо Исопа колеблется В зависимости от возраста растений Местоположение цветков Соцветий и метеорологических условий От 0,05 до 0,45 миллиграмма И составляет в среднем 0,2 миллиграмма Ну в среднем месте Сложили и разделили Так, в 1962 году Содержание нектара В цветках растений Первого года жизни Составляло 0,23 Второго года 0,19 Четвертого года 0,17 миллиграмма То есть приблизительно Колеблется в пределах 0,2 Содержание нектара в цветках Различной окраски По нашим данным Существенно не отличается То есть Как вначале я зачитал Исоп имеет Несколько видов Своего названия Исоп синий Исоп белый Исоп розовый Вот Содержание сахара В нектаре колебалось От 20 до 48 процентов От 29 Ошибаюсь До 48 процентов Это приблизительно 30-50 процентов Это очень хорошая Нектаросахаристость Нектаропродуктивность Исопа в 61 году Составила у растений Второго года 277 У растений Третьего года 405 килограмм на гектар У растений Первого года Было Тут видите Так написано Интересно Таблицу составили Первый, четвертый И записали Третий И второй Итак Я поясню еще раз Первый год Нектаропродуктивность Составила 285 Килограмм С гектара Второй год 277 Чуть-чуть меньше Вот А третий год 405 Килограмм С гектара А четвертый Увеличилось Почти в два раза 789 Килограмм С гектара То есть Чем дальше То Тем больше Оно увеличивается Первый и второй год Приблизительно Одинаково Третий Год Увеличивается А четвертый Вообще Увеличилось Хорошо Итак Сахаристость Также Увеличивается Очень Уверенно В первый год 97 Сахаристость 97 22 А на четвертый Год Написано Тут Что-то 68 Если перевести Данные таблицы На мед Принимая Что в нем Садится 20% Влаги То это Составит Соответственно 116 Целых 66 Килограмм И 322 И Одна Десята Килограмма На гектар То есть Приблизительно 117 Килограмм На гектар И 322 Килограмма На гектар То есть Это весьма И весьма Очень Хорошие Показатели Вот Поясняю Дальше Какие же Показатели У Знакомых Нам Медоносов Учитывая Опубликованные В литературе Данные О Нектаропродуктивности Применительно К условиям Западной Сибири Это были Данные Опубликованные В 54 Году А именно Гречиха Давала 70 Килограмм С гектара Горчица Белая 100 Килограмм С гектара Кориан 120 Фацелия 200 Килограмм С гектара А здесь Мы находим Что Составит 116 Килограмм До 322 Килограмма На гектар Ну это В зависимости Какой год Как говорится Если первый год 116 То второй год То это сравнительно Сравняется Как горчица Белая Как кориандр Вот А фацелия Уже 200 Килограмм Это как на второй год И в общем Все остальные Не могут соревноваться В третий Четвертый год Этот Исоп Дает намного Больше Что тут Они предлагают Вот Смело Можно сделать Вывод О высокой Нектаропродуктивности Исопа И перспективности Выращивания Как медоносной Культуры В особенности На припасечных Участках То есть Рядышком На вашем Участке Если у вас Есть какая-то Местность Можно посадить Она даст вам Намного Больше Чем Фацелия Намного Больше Чем Гречиха Горчица И кориандр То есть И оно Растет Как я уже Прочитал До 10 Лет На одном Месте И морозов Не боится Итак До встречи Подписывайтесь Ставьте лайки Жду ваших Комментарь До свидания